Когда мы смотрим на ночное небо, нам кажется, что космос — это спокойное место, в котором никогда не происходит каких-либо заметных событий. Но если рассмотреть Вселенную как огромную карту, нам откроется грандиозная картина, на которой найдется много всего интересного. Представьте себе то, как может выглядеть наиболее масштабное событие в известном нам космосе. Взрыв, мощность которого сравнима с самыми глобальными процессами во Вселенной. Или такой выброс энергии, чья сила не отстает и от силы самого гипотетического большого взрыва. Первый космический Для того, чтобы подобраться к пониманию природы таких сложных вещей, человечество потратило не одно столетие интеллектуальных усилий. И во многом этому способствовало развитие информационных технологий. А приблизиться к пониманию всех этих процессов сегодня можно с помощью образовательной экосистемы Geekbrains. Если вы хотите научиться программировать и понять, как пишутся Android-приложения, то Geekbrains приглашает вас принять участие в бесплатном онлайн-интенсиве. Он подходит для начинающих Android-разработчиков и программистов с опытом работы на C-подобных языках. Вы научитесь использовать библиотеку Retrofit и Coil для загрузки данных и изображений из интернета. А также напишите Android-приложение, которое будет отображать фото дня с сервера NASA. Интенсив проходит в режиме онлайн, так что вы сможете задавать любые интересующие вас вопросы по теме, а вести его будет преподаватель с пятилетним опытом веб-разработки, так что все принципы создания приложений для Android точно будут разложены по полочкам. Интенсив подойдет всем тем, кто хочет освоить новую профессию, которая будет приносить не только удовольствие, но и высокий доход. А по его завершению каждый ученик сможет создать свое собственное приложение и определиться с тем, куда ему двигаться дальше в изучении мобильной разработки. Ссылку я оставлю в описании. Для начала нам потребуется разобраться с тем, что принято называть Большим Взрывом, и понять то, насколько мощным могло быть это событие. Концепция, которая описывает данное явление, представляет из себя общепринятую космологическую модель, объясняющую раннее развитие Вселенной. А именно, начало ее расширения, перед которым пространство находилось в сингулярном состоянии. Сингулярным называют то состояние Вселенной, когда плотность энергии и кривизна пространства-времени были очень велики и доходили до планковских значений. А Большим Взрывом считают тот процесс, когда эта энергия начала высвобождаться. Вероятнее всего, это событие не было похоже на взрыв динамитной шашки в пустом пространстве, а происходило во всех точках пространства одновременно, и мы не можем точно указать на его центр. Тем не менее, сегодня нам трудно однозначно сказать о том, как это могло происходить в действительности. Но, безусловно, данное событие обладало гигантской мощностью, ведь речь тут идет о взрыве, который теоретически породил целую Вселенную. За сотни лет наблюдений за космосом наука никогда не фиксировала что-либо сравнимое по своим масштабам с этим явлением. Но по мере того, как развивалась наша исследовательская техника, ученые поняли, что на огромных расстояниях от нас происходят события, чья мощность способна заставить пересмотреть все существующие концепции. И одним из таких революционных открытий стало обнаружение гамма-всплесков. Традиционно так называют масштабные космические выбросы энергии, происходящие во Вселенной практически ежедневно. Гамма-всплески – это самые мощные из известных космических взрывов, при которых за несколько секунд высвобождается столько энергии, сколько Солнце выделило бы за 10 миллиардов лет свечения. Почти 30 лет их практически не могли зафиксировать. Иногда удавалось довольно точно определить положение источника всплеска на небе, которые происходили всегда из разных мест, и не повторялись. При этом на месте гамма-всплеска никогда не оказывалось ровным счетом ничего, разве что какая-то очень далекая галактика. Их открытие было совершено только в 1968 году американскими спутниками-шпионами Велла, которые были созданы для того, чтобы наблюдать за возможными ядерными испытаниями в атмосфере. Согласно современным представлениям, гамма-всплески происходят при взрывах массивных сверхновых звезд, коллапсирующих в черную дыру. При этом из окрестностей черной дыры в разные стороны вырывается мощный поток заряженных частиц, которые, взаимодействуя с магнитными полями и космическим излучением, производят гамма-лучи. Этот поток гамма-лучей является настолько мощным, что спутники легко наблюдают подобные события, произошедшие на расстоянии в несколько миллиардов световых лет. А вот обычными наземными телескопами они не фиксируются, так как атмосфера Земли активно поглощает гамма-лучи. Энергия, выделяемая при таких гамма-всплесках, может доходить до одного септендициллиона Эрк. Если представить, что событие такой мощности случится вблизи какой-либо планеты, это будет эквивалентно взрыву атомной бомбы на каждом гектаре неба. А все живое, вероятнее всего, будет истреблено практически мгновенно. Гамма-всплеск способен истребить жизнь в радиусе десятков, а то и сотен световых лет и нанести тяжелый удар по биосферам планет в радиусе до тысяч световых лет. Но стоит отметить, что, к счастью, они случаются на огромном расстоянии от нашей Земли. Например, один из наиболее мощных когда-либо обнаруженных всплесков с названием GRB-180720 находится на расстоянии более 4 миллиардов световых лет от нас, и это значит, что путь его света до Земли занял около трети возраста Вселенной. Энергия гамма-лучей в этом всплеске колеблется от 200 до 1000 миллиардов электрон-вольт. Для сравнения, энергия видимого света находится в диапазоне от 1 до 3 электрон-вольт. На расстояниях в десятки тысяч световых лет такой гамма-всплеск почти безопасен. Но один из сотни или тысячи всплесков в галактике может происходить достаточно близко, чтобы представлять угрозу какой-либо планете. А если говорить о том, мог ли такой взрыв когда-нибудь повлиять и на нашу Землю, то ответ на этот вопрос до сих пор считается спорным. Например, согласно имеющимся расчетам, раз в несколько сотен миллионов лет гамма-всплески действительно должны наносить заметный урон фауне Земли. И один из них вполне мог стать причиной одного из массовых вымираний. Но более интересным для науки является вопрос об их природе и происхождении. На данный момент считается, что причиной для образования всплесков, как правило, служит либо коллапс очень массивной звезды, либо слияние и совместный коллапс двух нейтронных звезд в черную дыру. В этом смысле гамма-всплеск не сильно отличается от взрыва сверхновой, тоже связанного с гравитационным коллапсом ядра звезды. Но их разница заключается в последствиях, так как в случае сверхновой выбрасывается тяжелая оболочка вещества, которая летит со скоростью от 10 до 30 тысяч километров в секунду. А в случае гамма-всплеска нечто излучающее гамма-кванты летит практически со скоростью света. Такое событие вряд ли случится где-то с нами поблизости. Но в космосе существуют и другие схожие явления, которые также имеют внушительные масштабы и могут произойти недалеко от нас. И одним из них является взрыв сверхновой. Явление, в ходе которого звезда практически мгновенно увеличивает свою яркость на 10-20 звездных величин. Данный процесс является результатом катаклизмического процесса, возникающего в конце эволюции некоторых звезд и сопровождающегося выделением огромного количества энергии. Взрыв сверхновой сопровождается выбросом значительной массы вещества из внешней оболочки звезды в межзвездное пространство. А если масса звезды до взрыва превышала 8 масс Солнца, то из оставшейся части вещества звезды образуется компактный объект, который называют нейтронная звезда. Если же её масса превышала 40 масс Солнца, принято считать, что после взрыва образуется чёрная дыра. Помимо всего прочего, выбрасываемое в ходе такой вспышки вещество в значительной части содержит продукты термоядерного синтеза, происходившего на протяжении всей жизни звезды. И именно благодаря подобным сверхновым Вселенная в целом и каждая галактика в частности, химически эволюционируют. Безусловно, информация о природе, описываемых мной событий, во многом является только теорией. Ведь человек никогда не видел подобные процессы вблизи и не может с точностью говорить об их природе. Однако, благодаря развитию астрофизики, сегодня науке становятся доступны такие дали, о которых раньше нельзя было подумать. И кто знает, возможно, когда-то мы прикоснёмся к пониманию ещё более сложных вещей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok